Здравствуйте друзья, подписчики и просто зрители канала StartAndroid. Мы продолжаем серию уроков по разработке и программированию приложений для системы Android. Урок 131. Камера. Используем системное приложение. В этом уроке получаем фото и видео, используя системное приложение. Открываем серию уроков по работе с камерой. И начнем с самого простого. Если вам в приложении необходимо сделать снимок или снять видео, вовсе не обязательно для этого создавать отдельные Activity и работать в нем с объектом камера. Можно использовать уже существующее в системе приложение. Для этого ваше приложение должно отправить Intent с таким Action для фото или таким для видео и ждать ответ. То есть надо использовать методы StartActivityForResult и OnActivityResult. Также в этот Intent вы можете поместить желаемый путь к файлу и туда будет сохранен результат работы камеры. Для этого в Intent необходимо добавить URI с таким ключом. Напишем простое приложение, демонстрирующее эти возможности. Создадим проект. Добавим строки в strings.xml. Экран Main.xml. На экране только кнопки для получения фото и видео и ImageView, в котором будем отображать полученное фото. MainActivity.java. В OnCreate мы вызываем свой метод CreateDirectory, который в папке Pictures создаст папку для наших файлов и поместит соответствующий объект файл в переменную directory. OnClickPhoto и OnClickVideo создаем Intent с соответствующим экшен. Добавляем в этот Intent желаемый путь к файлу и отправляем методом StartActivityForResult. В OnActivityResult мы ловим результат от приложения камеры. Код громоздкий, так как там куча проверок на null. Для фото и для видео я пытаюсь вытащить путь к получившемуся файлу, используя IntentGetData. Кроме того, для фото я еще пытаюсь вытащить битмап с получившимся изображением. Метод GenerateFileUri генерирует путь к файлу. Для этого он берет путь из directory, определяет префикс и расширение в зависимости от типа, фото или видео, и использует системное время, как основную часть имени файла. Далее все это конвертируется в URI и возвращается как результат метода. Осталось дописать в манифест пару настроек. Право на запись на SD-карту и чтобы ваше приложение в маркете было видно только устройством с камерой. Сохраняем все и запускаем приложение. Жмем фото. Открывается системное приложение камеры. Делаем фото и подтверждаем, что нас устраивает полученный снимок. Нас возвращают в наше приложение. Смотрим логи. В ответе мы не получили ничего Intent равен null. Но мы указывали путь, куда надо сохранить фото. Идем в папку PicturesMyFalda и ищем свой файл, он должен там быть. Попробуем получить видео. Жмем кнопку видео, снимаем ролик и подтверждаем, что он нас устраивает. Смотрим логи. В случае с видео Intent не null и его метод GetData вернул нам информацию о пути к файлу. Идем в папку и ищем свой файл. Теперь давайте не будем явно указывать путь для сохранения и посмотрим, как поведет себя приложение камеры. Закомментируем соответствующие строки кода. Сохраняем, запускаем приложение. Жмем фото, делаем снимок и подтверждаем его. Открывается наше приложение и ImageView показывает только что сделанное фото. Смотрим логи. GetData вернул null, хотя Help обещал, что там будет путь к файлу. Зато в Intent мы получили битмап, но как видим, размер его оставляет желать лучшего. Получается, что вообще нет доступа к полноценному сделанному фото. Оно у меня даже не создалось в папке, куда камера по умолчанию фото сохраняет. Скорее всего это зависит от версии Android и системного приложения камеры. И у вас вполне может быть другое поведение системы. Попробуем с видео. Жмем видео, снимаем и подтверждаем ролик. В логах. С видео все окей. Камера сохранила видео в папку по умолчанию и в Intent вернула нам URI. Кроме желаемого пути для видео вы можете указать еще некоторые параметры в Intent. Качество видео, 0 плохое или 1 хорошее. Лимит продолжительности видео в секундах. Лимит размера получившегося видео в байтах. На этом все, всем пока!